Друзья, всем доброго времени суток! В этом видео мы ответим на самые часто задаваемые нам вопросы про клей для страз. Вопрос номер один. Какой клей выбрать? Очень много разных марок и потеряться в этом многообразии легко. В нашем магазине на продажу мы оставили только две марки, испробовав предварительно все остальные и учитывая отзывы клиентов. Китайский клей B7000 – это клей, который подходит для приклеивания страз абсолютно к любой поверхности. Стекло, металл, кожа, ткань – не важно. Аналогично этой марке американский клей E6000, китайский B6000 и тому подобное. В эту группу клеев не относите клей момент. Это не одно и то же. Разные составы и разные техники использования. По отзывам клиентов я знаю, что клей момент не подходит для страз. Камни мутнеют, на светлых тканях этот клей желтеет, разъедает иногда подложку, страза отваливается. Клей момент не самое лучшее приобретение. Вопрос номер два. Как клеить стразы клеем B7000? У клея B7000 специальный узкий носик. Он настолько тонкий, как иголочка, что его легко использовать даже со стразами размером 1 мм. Вот у меня фетровая основа, стразы. Для работы с этим клеем мне понадобится пинцет. На дно стразины наносим клей и приставляем стразину к изделию. Несколько секунд стразину еще можно будет поправить. Но она схватывается достаточно быстро. Обратите внимание. Клей на стразину. Причем посмотрите, какую капельку. Такая, чтобы при надавливании стразины к изделию клей закрыл всю поверхность. Чтобы при высыхании потом ногтем нельзя было подцепить стразину. Иначе она просто отвалится. Клей нужно наносить именно на стразину. Если вы планируете нанести его на изделие, а потом расставлять стразы, то этот вариант будет неверным. Во-первых, угадать количество клея ровно под стразину на глаз это сложно. Получится, что клей будет вылазить из-за края, работа будет неаккуратной. А во-вторых, по рекомендации производителя, взаимодействие клея с воздухом должно быть минимальным. Немного сложно использовать этот клей на черных тканях. Вот эти ниточки из-за тяну части клея могут быть заметны на изделии. Нужно быть очень аккуратным с этим клеем. И вот так расставляете все стразинки. После использования носик мы протираем, чтобы он не приклеился, когда вы будете закрывать крышкой. И клей можно будет использовать. Срок у него длительный год. Клей можно будет использовать много-много раз. До первого использования костюма после расклейки ждем пару-тройку часов. В идеале бы я сказала сутки. Первая стирка возможна через неделю. Вопрос номер три. Сколько клея надо брать? Опытным путем мы выяснили, что на полную пачку СС-20, то есть 5 миллиметров вот такой размер, пачка 1440 штук, хватает одного маленького тюбика. 15 миллилитров. То есть очень маленький расход. Подведем итог. Из плюсов клея B7000. Низкий расход, низкая цена, узкий носик удобен в работе, подходит для любых поверхностей. Достаточно быстро сохнет. Из минусов, неприятный запах, как у клея Moment, но не такой сильный, тем не менее. И работать с ним нужно быстро, аккуратно. Как держатся стразы после этого клея? Намертво. Я это вам могу заявить с полной уверенностью. Сейчас объясню почему. Я использовала этот клей. Вот моя блуза. Я использовала этот клей при приклеивание стразов на ворот этой блузы. Это... Почему я выбрала именно этот клей? Здесь и пришивные камни, и разные размеры камней. И мне нужно, чтобы они лежали плотненько. С индийским клеем такого не получится. Ну и тем более это не танцевальный костюм. Здесь мне от индийского клея мог остаться небольшой след, вот такой, если вы видите, поблескивает немножко этот клей. Мне нужно было супер аккуратно. У меня это получилось. Вот здесь стразы марки Lucky Star. Вот это акриловые стразы, они пришиты. Ничего не отвалилось. Эта вещь уже около пяти лет, в среднем за сезон. Это зимняя вещь. Я ее стираю около восьми раз в стиральной машинке, вывернув наизнанку на самых минимальных оборотах. Температура 30 градусов. То есть держит очень, очень, очень хорошо. Теперь покажу вам другой клей февикрил. Индийский. Он на водной основе белого цвета. После высыхания он становится прозрачным. Для работы с этим клеем мне понадобится восковый карандаш. Вот он. Здесь принцип такой. Наносим клей на само изделие в большом количестве, потому что стразинки должны утопать в клее. Вот наносим на само изделие, вот хорошим жирным слоем. А затем карандашом просто расставляем стразы. Стразинки должны утопать. Через два-три часа после высыхания клей станет прозрачным и его не будет видно. Я вам это покажу на других расклеенных обстановах. Видите, как быстро. По окончании работы также вытираем носик, чтобы он не приклеился к крышке. Срок годности этого клея 3 года. Однако, после вскрывания тюбика и начала работы, постарайтесь использовать его в течение нескольких месяцев. Клей на водной основе, поэтому очень быстро высыхает. После высыхания вот так выглядит изделие. Например, вот они разные основы, которые мы расклеиваем в магазине именно этим клеем индийским. Потому что очень быстро, очень легко. Карандашиком расставили. Вы видели, как я это сделала. Работать с этим клеем очень удобно, очень просто. Есть один минус. Клей подходит только для тканей. И то не для всех. Исключить нужно все натуральные ткани типа шелка, льна, бархата. А также все с гладкими сатиновыми поверхностями. Или в составе которых есть шелковые нити. Клей не пропитывает достаточно эти ткани. И стразы просто не держатся. И огромный плюс этого клея, скорость работы. Если клей капнули не туда, куда надо, то ничего страшного. Он высохнет через пару часов и будет незаметным. Изделие будет выглядеть аккуратно. Вот так уже, как на готовой основе. Клей стал прозрачный. Из минусов. Клей подходит не на все ткани. Других поверхностях тут и речи нет. Изделие после расклейки должно просохнуть не менее 24 часов. А лучше даже 2-3 суток. Так как у клея нужно наносить много, у него очень большой расход. Поэтому, опять же, из всех его аналогов. Немецкий клей Рест, австрийский Лав Туарт, английский Дэнс Кутюр. Мы оставили в продаже именно Фивикрил. Цена низкая, качество достойное. Так как этот клей я лично не использовала для своих вещей, а основы, которые у нас продаются, мы не стираем. То, чтобы рассказать про то, как же держатся стразы, приклеенные этим клеем, я позвоню Анне Гуровой. Это всемирно известный дизайнер танцевальных костюмов для восточных танцев. Она использует в своей работе только этот клей. И спросим у нее... Сейчас я начну видеозвонок. Настрою камеру. И спросим у нее, как это работает. Так, надеюсь, будет видно. Анна, здравствуйте. Записываю наш разговор на видеокамеру. Снимаю видеообзор разных клеев для нашего YouTube канала. Я знаю, что вы используете в своей работе индийский клей Фивикрил уже много-много лет. Как использовать этот клей мы на видео показали. А расскажите нам, пожалуйста, как правильно стирать изделия с камнями, приклеенными на этот клей. Насколько он прочно держит камни и были ли нарекания от танцоров. Да, я использую только Фивикрил. Я его поклонница. И причем совсем недавно я провела такой эксперимент. Я решила оторвать камни от всяких ненужных лямочек, расклеенных лесов, которые не пригодились. И я знаю, что клей этот на водной основе, и он боится воды. Это написано в инструкции, поэтому я всем рекомендовала очень осторожно изделия стирать. Я положила мои лямочки в воду. Сутки они пролежали, и камни не оторвались. Клей побелел, он же становится прозрачным после высыхания. Он побелел, но я прилагала большие усилия, чтобы отцепить камень от этой лямки. После этого я рассказала Юлии. Она мне посоветовала в горячую воду положить, и все равно ничего не случилось. Как были, так и остались. Причем после высыхания клей снова приобрел прозрачную структуру, и камни совершенно прекрасно там держались, ничего не случилось. То есть, конечно, стирать нужно осторожно, никаких стиральных машинок, разумеется, никаких деликатных стирок, только вручную, в прохладной воде. Но не боясь, что камни отвалятся. Единственное, что нужно, соблюдать инструкцию и удерживать после приклеивания минимум 24 часа, чтобы высыхал, а то и подольше. И еще никаких проблем с клеем, с приклеиванием ко мне у вас не будет. У меня клиенты довольны, все спрашивают, чем я клею камни. Ага. Анна, спасибо. На вопросы вы ответили подробно. Больше вас отвлекать не буду. Тем более, что знаю, с недавнего времени вы шьете не только танцевальные костюмы, но и работаете как стилист, отшивая клиентам под заказ целые капсульные гардеробы. Так? Да. Все, больше вас не отвлекаем. До свидания. Друзья, я вам рассказала и показала, как клеить стразы на холодной фиксации. Рассказала про разные клеи. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Будем отвечать. Если есть пожелания, на какую тему снять следующее видео, пишите. Ставьте лайки, будем благодарны. Всем до свидания.